В Гродно начали выплачивать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Персонально с баянным и песнями вручили ветерану Великой Отечественной войны Марии Потлатенко, женщине 102 года. Она прошла всю войну, ей было всего 22, когда пришлось спасать раненых. Боевой путь Марии Ивановны начался в Славянске Донецкой области в звании рядового. А завершился в Берлине старшиной медицинской службы. Принимала участие в освобождении Украины, Молдавии, Кубани, Кавказа и Польши. Незадолго до победы погибла ее подруга. Об этом Мария Ивановна вспоминает с особой болью. Особенно, когда речь идет о том самом счастливом дне, когда Красная Армия победила немецко-фашистских захватчиков. Да, немцы сдались, уже война конец. Рестах уже взяли 2 мая. Уже все, война кончается. И вдруг мои раненые лежат. И это самое, из церва идет, я говорю. Вернулись немцы. И думаю, что же я буду с этими ранеными делать. Да, сейчас, думаю, сейчас дверь толкнут, и я как женщина, меня тут первую. Я залезла в угол, спряталась, думаю, что они сейчас будут тут. Потому что стреляли наши. А то, оказывается, салют был наш. Бьют и бьют и бьют. Я говорю, все, немцы вернулись. Сидела там, в углу взяла. А потом вдруг слышу раненые кричать. Сестричка, победа, победа. А я все еще дрову. Наверное, неправда. Правда. А потом все-таки меня выхожу и думаю, ой, неужели это я жива? Несмотря на почтенный возраст, 102 года Мария Ивановна хорошо помнит чуть ли не каждый день войны. Признается, недавно кричала во сне. Казалось, что она снова в окопе и снова кругом стреляют. Проснувшись, старается лишний раз не вспоминать. Ведь после победы она проживает свою долгую и счастливую жизнь. К слову, за баян ветеран отдельно благодарила. Его она любит больше всего, как и петь. В Гродно проживает 34 ветерана и 99 человек, которые пострадали от последствий Великой Отечественной войны. Всем с 25 апреля по 4 мая выплатят материальную помощь. Для ветеранов Великой Отечественной войны от 2 до 4 тысяч белорусских рублей. А для лиц, пострадавших от последствий войн, в размере 1 тысячи белорусских рублей. Ну а всего именно по линии Министерства труда и социальной защиты эту материальную помощь получат 113 лиц. Остальные на сумму 159 тысяч белорусских рублей. А остальные категории получат по линии УВД, МВД и КГБ.